Пророческий сон. Святая Дух разгневана. Дано апостолу-пророку Ильишеве Ильяху 10 января 2013 года. Марка 3 глава 29 стих. Но кто будет хулить Духа Святую, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Элизабет Элайджа Ильишеве Ильяху было дано откровение относительно личности Святой Духа в пророчествах 89 «Тайны Руаха Кадеш» и 90-го пророчества «Как твое имя, Руаха Кадеш?» Найдите на веб-сайте Amity Wind. Если мы вернемся к переводам Библии на арамейский и иврит, смотрите сайт скриптуры 4ал «Священное Писание на иврите». До того, как оно было переведено на английский, вы увидите, что когда в Священном Писании упоминался Святой Дух, оно читалось как «Она». Согласно книге пророка Исаии, Святой Дух — это Дух мудрости, а в притчах мудрость упоминается как «Она». Следовательно, рассмотрим следующее откровение от пророка Элизабет Элайджа. 13 января мне приснился сон, что Святая Дух была разгневана на эту землю, и она посылала меня передать послание о том, что гневается не только Отец, который собирается наслать суд на эту землю. Разгневан не только Сын Яхуша, но и также Святая Дух в ярости. И я пыталась предупредить людей, но они не слушали. А потом внезапно что-то произошло. Казалось, это было нечто, пришедшее с небес и обрушившееся на эту землю. Тогда они поверили мне. До этого я ходила раньше, это была последняя часть сна. В начальной части сна был человек, который утверждал, что его сестра была Святым Духом. И я сказала этому человеку, что ни одно человеческое существо не может быть Святым Духом. Есть только одна и нет человека. И Святая Дух, конечно же, является частью Троицы и является Богом. И этот человек не хотел мне верить и продолжал говорить мне, «Нет, моя сестра – Святая Дух». Из этой части это перешло в другую часть, где она, Святая Дух, так разъярена этой землей из-за царящего на ней зла и из-за тех, кто утверждает, что они принадлежат Яхуша, и все же в них нет ее Духа». И я никогда, никогда не думала об этом раньше. Я знаю, что отец в гневе. Я знаю, что сын Яхуша в гневе. Но, во-первых, в пророчестве, где она говорит, кто она такая, пророчество 89. И вы знаете, в книге «Мудрости» говорится, что она та, кто утопила солдат в Красном море. Евреям 11, 29. «Верою они перешли Красное море, как по суше». Египтяне, пытавшиеся это сделать, утонули. Книга «Мудрости», 10 глава, с 17 по 19 стих. «Святым людям она, мудрость, давала плату за их труды. Она вела их чудесной дорогой. Сама была их убежищем, днем и их звездным светом ночью. Она перевела их через Красное море, проведя через бескрайные воды, в то время как она утопила их врагов, а затем выбросила их прочь со дна бездны. Если вы заглянете в книгу «Мудрости», то увидите, что это есть там. Конечно, все они боги, и, конечно, все они в гневе. И это был мой сон 10 января 2013 года. И у меня никогда раньше не было такого сна, когда-либо. И это больше нельзя откладывать. Это слово должно быть выпущено в видео. Книга «Мудрости», 10 глава, с 16 по 19 стих. «Она вошла в душу слуги Господня и противостояла ужасным царям чудесами и знамениями, воздавала праведникам в награду за их труды, вела их чудесным путем и была для них покровом, днем и светом звезд ночью, перевела их через Красное море и провела их через много вод, но она потопила их врагов и выбросила их прочь со дна бездны». Из пророчества 89 «Тайны Святой Духа» Руаха Кадеш на Иврите «Ты хочешь знать одну из вещей, которая огорчает меня?» «Ты хочешь знать одну из вещей, которая оскорбляет меня?» Элизабет Элишева «Когда ты чувствуешь мой гнев и мою ярость, они говорят о ярости Отца, о ярости Абба Яхувех. Вы понятия не имеете о ярости Матери Творения. У вас есть лишь частица моей ярости. Когда вы чувствуете, что вулкан готов взорваться у вас в голове, и этого имя праведности, вы испытываете лишь малую частицу моего гнева». Это предупреждение для всех тех, кто совершает такое богохульство, как лжепророк Линда Ньюкерк, которая сказала, что Бог сказал ей, что она Царица Небесная. Не повторяйте глупой ошибки Линды Ньюкерк, когда она пошла и пересекла черту невозврата, обрекая саму свою душу хулой на Святую Духа. Остерегайтесь обмана, который замышляют враги этого служения, что Святая Дух, о которой мы говорим, это Дух Иезавели или Вавилонской блудницы, это ложь от самого сатаны. Помазание Святой Духа, о которой говорится в этом служении, это та же самая, о которой Яхуша Хамашах сказал, что это утешитель, и которая обличит нас в грехе, праведности и суде. Иоанна 16 глава, 8 стих. Они Дух Иезавели или Вавилонской блудницы. Эти Духи никогда не уличат вас в грехе, как Руаха Кадеш, Святая Дух. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова